Здравствуйте! На канале ФКТ Время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. На тестовый матч уже продано 19 тысяч билетов. Вице-премьер Виталий Мутко вместе с губернатором края смотрели стадион Фишт. Для жителей Светланы откроется поликлиника на курортном проспекте. Об этом стало известно на встрече сочинцев с главой курорта. На остановке ЖД вокзал поставят новые дорожные знаки. Они появятся там для предотвращения заторов. На руку браслет и главное – внимание! Сочинские школьники сегодня сами стали инспекторами дорожного движения. Готовность стадиона Фишт для проведения контрольного матча по футболу между сборными России и Бельгии оценили сегодня. Вице-премьер Виталий Мутко, губернатор края Вениамин Кондратьев и глава Сучи Анатолий Пахомов. Матч пройдет 28 марта. Обо всем подробнее Рината Шипулина. Стадион Фишт был построен к зимней Олимпиаде 2014 года. После игр арена была реконструирована, а ее вместимость с 40 тысяч увеличена до 45 тысяч мест. Первоначальным сроком окончания работ называли июнь 2016 года. Однако дата сдачи в эксплуатацию была перенесена. Стадион в нынешнем его виде будет открыт 28 мая тестовым матчем сборной России против команды Бельгии. Строительные работы на стадионе завершены. Что необходимо доделать, сегодня лично проверил вице-премьер. С инспекцией Виталий Мутко осмотрел служебные помещения, интересовался системой контроля и видеонаблюдения, поднялся и на дополнительно оборудованные трибуны. Я думаю, что однозначно на таком красивом стадионе будет красивая игра сборной России. С вашей легкой руки. Да, нет, ну даже не сомневайтесь. Команда сейчас будет готовиться для него тестовый матч, хорошее открытие стадиона. Большинство систем, обеспечивающих работу стадиона, уже сегодня готовы к эксплуатации. Вскоре спортивной арене предстоит выдержать первое испытание. Проделана колоссальная работа, администрация и края, адаптирован стадион. Решены многие вопросы, которые требовали решения. Естественно, конечно, стадион получил свидетельство уже о вводе в эксплуатацию. Общестроительные работы все завершены. Сейчас оформляется сертификат. Я думаю, что это будет высшей категории, которую получит он со стороны Российского футбольного союза. Объект несен в реестр спортивных объектов уже страны. К открытию матча организаторы готовят программу. Будущее представление обещает быть ярким. А болельщикам, причем не только российской команды, но и команды гостей, предстоит оценить масштаб мероприятия. Открытие стадиона, как и открытие товарищеского матча, будет очень красочным, ярким. И кубанский казачий хор исполнит и гимн России, и гимн Бельгии. Я думаю, это будет очень интересно. Если бельгийцам услышать гимн Бельгии в исполнении кубанского казачьего хора, до 15 марта мы получим лицензию РФС и паспорт безопасности. Он полностью готов к проведению и товарищеского матча, и Кубка Конфедерации на самом высоком уровне. Арену такого уровня обязательно будут загружать спортивными событиями. Мы готовы к полному объеме и уверенно идем к Кубку Конфедерации. Это огромное наследие, и естественно, что те тренировочные площадки, да и стадион смотивируют, и дадут возможность все больше и больше нашей молодежи вовлекать футбол. 17 мая стадион будет передан оргкомитету для организации проведения Кубка Конфедерации. Перед международным турниром, который стартует в июне, на Фиште пройдет не только товарищеская игра между Россией и Бельгией. 2 мая здесь состоится финальный матч Кубка страны по футболу. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Развивать туристическую отрасль и промышленный сектор рекомендовал губернатор жителям Мостовского района. Вениамин Кондратьев побывал накануне с рабочей поездкой в муниципалитете, а позже встретился с активом района. На что жаловались жители и какие вопросы просили решить, расскажут наши краснодарские коллеги. На улице плюс 10, а в бассейне вода как парное молоко. И это в начале марта. Самое время для наплыва отдыхающих в Мостовском районе. Туристы сюда приезжают со всей страны. Рекламу термальным источникам на Кубани делают сами люди. Вот и семье Андрея Чехова. Поехать к бассейнам с целебной водой рекомендовали друзья. К совету прислушались и не пожалели. Здесь, конечно, понравилось впечатление. Первые такие чистота, порядок. Чистая водичка, хорошие бассейны. Водичка такая вот, джакузи. Номера хорошие. Больное лечение – это тот туризм, на который сегодня делают ставку власти регионам. Тогда станет возможным загрузить краевые санатории даже в межсезонье, считает Вениамин Кондратьев. Только в Мостовском районе с десяток баз отдыха, где есть бассейны с термальной водой. И привлекает этот вид отдыха не только туристов, но и инвесторов. Единственная база в Ярославской. Мы подписали на миллиард соглашения по строительству санатория. Вот они пытаются реализовать этот проект. Я надеюсь, это будет наш пилот, на который мы потом будем ориентировать. – Коллеги, вот все равно здесь надо понимать, что больное направление, больное лечение, оно должно быть даже не пилотом, а уже давно нужно было стать на лыжи и Мостовскому району ехать на этих лыжах. Инвестор должен знать о возможностях Мостовского района и о тех преимуществах перед другими, в том числе и территориями, куда все равно инвестор сегодня вкладывает деньги в больное направление, в больное лечение. Мы нисколько не хуже, нисколько не хуже. Просто надо сильнее, агрессивнее себя позиционировать. Показывает о том, что сегодня Мостовская земля богата сегодня водой, минеральной водой, которая тоже интересна сегодня для инвесторов. От слов к делу уже давно перешли на одном из главных городообразующих предприятий района. Глубский кирпич, несмотря на все экономические сложности и кризис, продолжает удерживать лидирующие позиции в своей отрасли. При том, что на заводе работает всего лишь 190 человек. В год они делают более 35 миллионов кирпичей. Мы сбросили цены на 30%. Это очень серьезно. Нам трудно, потому что цены на сырье и цены на энергоносители увеличились. Но тем не менее, мы вложили в наших сотрудников, в топ-менеджеров. Они проходят обучение сейчас в Академии наук. Кроме того, мы, например, некоторых неэффективных дилеров убрали, это перепродажа. Мы открыли свои офисы на тех рынках, которые считаем перспективными. На рынке не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вот я вам хочу сказать, что вы ни в коем случае сбросив цену на 30% не потеряли. Вы сегодня изложили огромный футамент, чтобы завтра приобрести. Понимаете, это однозначно. И еще раз хочу сказать, это ваша дальновидная политика, стратегия вашего предприятия. Даже несмотря на все сложности, предприятие продолжает развиваться. Со следующего года собираются выпускать материалы специально для строительства на побережье. Кирпичи будут устойчивы к условиям повышенной влажности и морской соли. Промышленные предприятия, которые готовы сегодня наращивать объемы производства, необходимо поддерживать, говорит Вениамин Кондратьев уже на традиционной встрече с активом. Рынок сбыта сегодня тоже должен быть для нашего регионального отечественного производителя в первую очередь. Сегодня приоритет нашим застройщикам краевым, в том числе и в краевой столице, когда они будут делать комплексную застройку, чтобы они строили из нашего кирпича, из наших заводов, которые в крае находятся. Мостовский район Вениамин Кондратьев называет самым недооцененным в крае. Резервы для развития здесь огромные. На прошедшем форуме, например, было подписано два важных для муниципалитета соглашения. Бизнесмены хотят построить здесь и тепличный комплекс, и завод по производству семян кукурузы. А это и новые рабочие места в районе, и налоги в бюджет. Но доходы в первую очередь должны отражаться на жизни людей, отмечает губернатор. А пока в районе много болевых точек. Младенческая смертность выше, чем в среднем по краю. Есть жалобы и на качество медицинского обслуживания. Долгое время в поликлиниках и больницах не хватало врачей. Вениамина Кондратьева интересует, удалось ли исправить ситуацию. Земский доктор включены в поселки городского типа. Это позволило им привлечь в прошлом году 28 человек. Я еще раз скажу, молодцы сейчас, но хороша ложка к обеду. А за год 28 специалистов. Это реальные деньги, которые, конечно, мы тратим. Мы зарабатываем, но мы тратим. Вот сюда, на жизнь. Ежегодно мы полтора миллиона шестьсот где-то выделяем из бюджета. Мы оплачиваем съем жилья любому медику, который приезжает в наш район, в объеме пяти тысяч. Это средняя цена съема жилья в наших поселках городского типа. Это цена, которая цены не имеет. Это жизнь человеческая, здоровье. Поэтому здесь, я как и говорил, так и сейчас скажу, на этом экономике мы никогда не будем. Сегодня в районе живет всего 70 тысяч человек. Это самый малонаселенный муниципалитет в крае. Однако в то же время он занимает самую большую территорию в регионе. Возможно, это и стало одной из причин, почему в Мостовском газифицировано всего лишь половина домов. Остальные вынуждены отапливать свое жилье дровами. Но того объема, что полагается отдельным категориям граждан по льготным нормам, не хватает. Венимина Кондратьева просит пересмотреть тарифы, которые устанавливают в крае. Я обращаюсь от всех жителей нашего поселения решить нашу проблему с обеспечением наших жителей дровами. Наши специалисты при оформлении заявки на выдачу этих дров считают 0,3 куба на квадратный метр отопляемой площади. Значит, Министерство природных ресурсов почему-то ставит 0,15. Как мы в крае можем видеть, насколько дров им больше надо или меньше. Может быть, и полномочия на муниципалитет просто передать, да и все. Вот сейчас глава мне объясняет, я как бы не совсем понимаю, 0,15 или 0,3. И поверьте, вряд ли кто из Краснодара поймет, сколько нужно дров им. Может быть, лучше по-другому сделать, поможет, понимаете? У Мостовского района огромный потенциал, резюмирует губернатор. И местные власти сегодня уже наметили планы, как его реализовать. Это и развитие деревообрабатывающей и легкой промышленности. Но прежде всего это уникальные термальные источники, где только в прошлом году отдохнули почти 100 тысяч человек. Но это еще не рекорд, отметил Вениамин Кондратьев. Став круглогодичным курортом, количество туристов вырастет в разы. В Хостинском районе Сочи появится поликлиника. Подразделение откроется на курортном проспекте на месте существующей аптеки театральной. Об этом стало известно во время встречи мэра города с жителями микрорайона Светлана. Какие еще вопросы обсуждали на сходе, расскажет Татьяна Говоркова. Микрорайон Светлана всегда был одним из самых престижных и привлекательных на курорте. Здесь находятся знаковые культурные объекты, парки, санатории. Тем не менее, жителей беспокоит многое. Главная проблема – отсутствие муниципальной поликлиники. Курортная, что напротив цирка, коммерческая. За бесплатными медицинскими услугами по поле совместным жителям приходится ездить на бытху. Вопрос этот будет решен через несколько месяцев. Успокоили людей представители управления здравоохранения. Будет открыто подразделение поликлиники номер один на Курорном проспекте. Там, где находится сейчас аптека театральная. Где будут принимать участковые терапевты, врачи-специалисты. Будет процедурный кабинет, ЭКГ. Говорили на сходе о ремонте дорог, тротуара в строительстве детских площадок. Работа в этом направлении в микрорайоне ведется активно. А вот порядка в сфере торговли пока не наблюдается. Жители обратили внимание главы на тот факт, что в подземном переходе на Курорном проспекте ведется бойкая торговля фруктами и овощами. По условиям безопасности в подземном переходе не должно быть ни одного торгующего объекта. И проход должен быть совершенно свободным. И у меня вопрос, Геннадий, а что вы на самом деле не выполняете решение антитеррористической комиссии? Казакова мы вам даем, поставьте туда на постоянное. Кстати, с торговлей на Светлане всегда были проблемы. Сначала не устраивали цены на рынке, а теперь его отсутствие. По нашему заявлению убрали вот этот рынок, так называемый рынок. Сейчас там сидит одна женщина, можете посмотреть какие цены. Вот эти же цены были на этом рынке так называемом. Вот это здание, нам обещали, что первый этаж это будет рынок, второй кафе, а третий, я не знаю, административные какие-то помещения. И все. Помещения в новом здании пока пустуют. Анатолий Пахомов дал поручение разобраться в ситуации и ускорить этот процесс. Ну и в завершении встречи глава города напомнил жителям Светланы о необходимости следить за порядком на своих улицах и придомовых участках. Сочи готовится к очередному наплыву гостей. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сто дней до Кубка Конфедерации отметили накануне в Сочи. Вечером яркую точку поставили в дельфинарии, где состоялось футбольное представление. На водной глади в футбол с людьми играли дельфины. И это еще не все сюрпризы, которые ждали многочисленных гостей парка Ривьера. В сочинском дельфинарии премьера необычный футбол с необычными футболистами. На подготовку новой программы ушло больше месяца. Дельфины и морской лев с футбольными мячами с тренера дали старт обратному отсчету до открытия Кубка Конфедерации. Пойдем на ближайший матч, который у нас будет на Фиште. Бельгия, Россия. Так и готовились, смотрели какие приемы отрабатывают настоящие футболисты и пробовали переносить их уже на помост. Кубок Конфедерации – международный футбольный турнир, который проводит страна-хозяйка чемпионата мира за год до первенства. Ровно через 100 дней на стадионе Фишт выйдут первые игроки. К этому мероприятию в Сочи готовятся тщательно. Всегда, когда выходишь на прямую линию, сердце начинает йогаться примерно так же, как идет отчет времени. Потому что предстоит еще, всегда кажется, что вот-вот что-то не успели, что-то не доделали. Но у нас уже 28 марта первый будет матч на стадионе Фишт. Он тоже проводится исключительно для того, чтобы увидеть ошибки, увидеть недоделки. Матчи примут в четырех российских городах Петербурге, Казани, Москве и Сочи. Следить за двухнедельным футбольным праздником будет весь мир. Отметить 100 дней до Кубка Конфедерации в Дельфинарии решили неспроста. В городе-курорте футбол любят все, даже дельфины. Именно их умелое владение мячом и привело многочисленных зрителей в восторг. В финале уже сложно было сказать, что гостям праздника нравится больше – дельфины или футбол. Ну еще дельфины, да, когда там, ну, все, что они делают, мне понравилось. Он очень важен для Сочи, а Кубок Конфедерации – это чемпионат между странами, между странами, которые выиграли чемпионаты своих континентов. Мне кажется, это крупное будет мероприятие, потому что все его ждут. В России проводят футбол. Кубок Конфедерации – событие, которое коснется каждого. Вся Кубань играет в футбол, так назвали программу, посвященную подготовке молодежи к проведению финала Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Для тех, кто спортивные события будет освещать, придумали специальный конкурс. Конкурс на лучшую публикацию в средствах массовой информации, лучшую дизайнерскую, лучшую работу в сфере картины, и лучшее стихотворение, и лучшую фотографию. Участвуют в конкурсе любой желающий, приносят заявки в городское собрание Сочи, в кабинет номер 37, общественная палата. О масштабности предстоящего события в Сочи теперь напоминает новый объект. В парке Ривьера открыли указатель расстояния до стран-участниц Кубка Конфедерации. В честь этого события в небо выпустили гигантские воздушные футбольные мячи. Елена Авсецина, телекомпания «ФКТ». На остановке ЖД вокзал поставят новые дорожные знаки. Они появятся там для предотвращения заторов. С этой целью разработана схема дислокации дорожных знаков. Остановка запрещена и работает эвакуатор. Она включает в себя запрет на остановку и стоянку транспортных средств на первой линии остановки общественного транспорта. Хазичная парковка легкового такси в этой зоне препятствует движению автобусов. Схема была принята на заседании городской межведомственной комиссии по безопасности движения. Изменения вступят в силу 27 марта. Нелегальных таксистов на курорте стало меньше. Положительную тенденцию отметили сотрудники ДПС и представители администрации. Какой результат дал очередной рейд по выявлению нарушителей, узнаем из следующего материала. Это наиболее распространенный ответ нарушителя, задержанного во время совершения нелегальной перевозки пассажиров. Просто знакомый на самом деле очередной клиент. Сотрудники ДПС в этом уверены. Специалисты Департамента транспорта и дорожного хозяйства, сотрудники ДПС и УВД города пустили в ход беспроигрышный метод – подсадную утку. На нарушителя составлены административные протоколы. Он обязан оплатить штрафы. Далее последуют судебные разбирательства. Лишиться автомобиля можно на срок от 12 дней до 2 месяцев. Однако таких нелегальных таксистов в Сочи за последние годы стало значительно меньше. У абсолютного большинства с разрешительной документацией все в порядке. Каждый год у нас приезжаются новые и новые таксисты, образуются новые и новые нарушители. Да, конечно, можно сказать, что благодаря сотрудникам и ДПС, и ГИБДД, и нашим сотрудникам, уже большая часть таксистов, которые занимаются услугами по перевозке пассажиров, ну, можно так сказать, выходят из тени, да, легализовывают свой бизнес. Но эта работа еще далека от идеала, но мы к этому стремимся. Таксисты часто нарушают правила стоянки. Встретить на автобусных остановках белые ряды такси – не редкость. Хотя по правилам эта зона предназначена лишь для посадки и высадки пассажиров. А для длительной стоянки есть специально отведенные места. В городе Сочи 37 таких стоянок для такси, которые оборудованы специальным знаком 5.18. С общим количеством машин и мест порядка 172. Рейды по выявлению нелегальных таксистов будут проводиться на регулярной основе 2-3 раза в месяц. Во время курортного сезона контроль над перевозками будет усилен. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Муниципальные парковки в Сочи стали временно бесплатными. Из-за неработающих на курорте паркоматов городская казна ежегодно недосчитывает десятки миллионов рублей. Кому такое положение дел на руку и когда удастся реанимировать с неработающей паркоматы? Об этом в следующем сюжете. Платная прибордерная парковка на центральных улицах Сочи появилась в конце 2013 года. Для сбора платежей в Адлерском и Центральном районах было установлено 30 паркоматов на тысячу парковочных мест. Система проработала три года. Ежегодно бюджет города поступало порядка 15 миллионов рублей. При этом на содержание парковочных мест из бюджета выделяло 7 миллионов. Для оптимизации этой работы было принято решение привлечь инвесторов. Сейчас работа паркоматов приостановлена, а информационные экраны и вовсе заклеены. Автолюбители недоумевают, почему на курорте не работают платные парковки и высказывают свои версии неисправности паркоматов. Может быть, все зависит от сезона. Зимой мало людей приезжает в город Сочи. И, наверное, поэтому бесплатные парковки в центре города. Но я не знаю, как будет летом, конечно. Из-за того, что не работают паркоматы, не организована работа паркомата в первую очередь. То есть, когда ты подходишь к паркомату, на нем написано «не работает». То есть, как оплачивать, куда оплачивать, люди не знают. Мы уже ищем себе гараж, чтобы снять. И здесь, конечно, будет. Мы и так, когда приехали в город, мы платили всегда. Содержание и обслуживание муниципальных парковок находится в зоне ответственности управления автомобильных дорог. На эти цели из городского бюджета ежегодно выделялись средства. Но в 2016 году финансирование прекратилось. Причина – несовершенство федерального законодательства, которое наделяет основными полномочиями региональную власть. А муниципалитет не имеет доступа к специальным профессиональным базам данных. Администрация города инициировала ряд предложений в законодательное собрание края с просьбой разрешить этот вопрос в правовой плоскости. До принятия этого решения работу паркоматов остановят за счет инвесторов. Такие мысли есть у города. И мы знаем, что есть потенциальные инвесторы, которые готовы участвовать в конкурсе на заключение инвестиционного соглашения с администрацией города Сочи. Порядка трех тысяч еще дополнительных мест планируется при таких инвестиционных проектах, которые будут в течение семи лет обустраиваться. Но этот вопрос требует проработки. Пока ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, автолюбители экономят на временно бесплатных парковках. Но после того, как автоматы заработают, стоянка станет платной. Это практика всех мировых курортных городов. И ее основная цель – разгрузить центральные улицы, которые скоро, возможно, вообще станут пешеходными. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Соченки удостойны благодарности и поощрения от Центрального штаба молодежно-патриотического движения «Юнармия», отметили девушек за активное участие в третьих всемирных военных играх. Несколько дней упорных тренировок и вот сочинские юнормейки в эпицентре военных игр. За каждой из них была закреплена иностранная команда. Девушки не просто несли таблички с названием страны-участницы, но и были правой рукой для спортсменов. Объясняли, рассказывали, направляли, чтобы все прошло без сбоев. Сегодня «Юнармейк» торжественно поблагодарили за проявленный энтузиазм. За два дня до открытия мы приехали и тренировались с 8 до 12. Было, конечно, тяжко, но безумно интересно. То есть мы познакомились с внутренним устранением этих игр. Не просто с трибун смотреть, а изнутри. «Юнармейки», участвовавшие в проведении всемирных военных игр, студентки поликультурного колледжа, будущие педагоги. Но пока девушки решили походить с троем и в ближайшем будущем не покидать ряды молодежно-патриотического движения. Это интересно, к тому же женщины не часто в армии и хочется как-то это продвинуть. То есть сделать акцент на том, что женщины тоже это могут. У нас многие девочки в будущем собираются пойти в армию. Поэтому отрядом пойдем. Сочинские юнармейки были единственными представителями нашего города на всемирных военных играх. Все остальные помощники организаторов специально прибыли из Москвы. Проявили мужественность девочки, потому что, как сказал начальник ЦСКА, зимние военные игры – это боевое задание в мирных условиях. Ну, вы понимаете, какая обстановка. И когда такие большие мероприятия военные проводятся, в общем-то, достаточно было сложно. Поэтому они терпели. Они терпели там все тяготы, связанные с режимностью этого мероприятия. Выдержали все. Никто не плакал. И, как положено, будущим военным провели на высшем уровне. Очередное мероприятие, в котором примут участие сочинские юнармейцы, пройдет 18 марта в день воссоединения Крыма с Россией. Всего в рядах городской юнармии 400 человек. Главная задача движения – решать вопросы патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения. Одним словом, из юнармейцев воспитывают патриотов страны, а не военных. Налина Моисеева, Ингагабеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Безопасность на дороге. Необычную акцию с вручением цветов, книг и даже браслетов сегодня провели воспитанники эколого-биологического центра. Цель одна – напомнить пешеходам о правилах дорожного движения. Акция началась со спецформы. Она должна была сразу объяснить пешеходам, о чем пойдет речь. Затем инструктаж от педагога, к кому подходить и что дарить. Вот такие вот цветоотражающие браслеты, брелки и призывать их быть более аккуратными на дороге в ночное время суток. Также, конечно, хотелось бы призывать не только пешеходов, но и водителей быть более внимательными и уважительными более старшему поколению. На улице Московской вблизи пешеходного перехода воспитанники центра дарили женщинам цветы, как бы в продолжении весеннего праздника. И цветоотражающие браслеты объясняли, зачем их обязательно нужно носить в вечернее время. Водители знают, в группе риска на дорогах не только пожилые люди, но и дети. Поэтому светоотражающие браслеты дарили сегодня и самым маленьким. В подарок доставались и специальные журналы. Их издает общероссийская детская общественная организация «Школа юного пешехода». Очень приятно, что наше молодое поколение занимается вот таким вот добрым делом. Мне дали книжечку, в которой написаны все правила дорожного движения. Когда вот мой малыш подрастет, я обязательно ему все прочитаю и научу. Я очень хочу, чтобы он занимался, наверное, такими же добрыми делами. Как раз сегодня педагоги центра и учили ребят делать добрые поступки. Даже помогли перевезти через дорогу инвалида-колясочника. Ну, я ему помогал, и мне было очень приятно. Приятно же делать добрые дела. Да, и это было очень мило. Я бы хотела, чтобы все мои сверстники помогали пожилым людям, чтобы они тоже участвовали в таких акциях. А взрослые надеются, если рядом с педагогом дети учатся вести себя правильно, и в другой раз они сами поступят так же. Акцию ребят «Безопасность на дороге» может быть захотят повторить и другие школьники города. Елена Овсицына, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Юные сочинцы побывали в гостях у спасателей. В Южный поисково-спасательный отряд МЧС приехали дошкольники. Экскурсия для воспитанников детсада номер 120 началась со знакомства с кинологической службой. Также детям показали оснащение аварийно-спасательного автомобиля, на котором спасатели ежедневно выезжают на различные происшествия. В завершении встречи ребятам показали мультфильмы, рассказывающие о правилах безопасного поведения. Юные хоккеисты России приедут в Сочи на Кубок Содружества. На курорте с 18 по 23 марта состоится шестой этап регулярной серии турниров по хоккею среди детских команд. На льду тренировочного центра Ледового дворца «Айсберг» встретятся команды 2007 года рождения и младшие из Москвы, Воронежской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха-Якутия, Крыма, Красноярского и Краснодарского краев. Соревнования будут проходить ежедневно с 9 утра. На торжественной церемонии награждения будут вручены специальный приз главы города Сочи и специальный приз хоккейного клуба Сочи, а также много других подарков для особо отличившихся молодых дарований. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.